Это Ноябрьск 24. Здравствуйте. Сейчас о главных событиях этой недели. Учреждения продолжают закрываться на карантин. В Ноябрьске растет число заболевших ОРВИ гриппом. Очередное заседание суда позади, но вопросы остались. Озвучены итоги следственного эксперимента на карьере «Миллионник». И снова пожар в деревяшке. На этот раз вспыхнул расселенный дом на улице энтузиастов. Итак, в Ноябрьске растут показатели заболеваемости гриппом ОРВИ по сравнению с прошлой неделей на 3,3%. В девятой школе все классы с первого по одиннадцатый приведены на дистанционную форму обучения. Там заболели более 20% учащихся, всего 258 человек. Школа будет на карантине до 7 марта. В остальных учебных заведениях также отмечается рост заболеваемости. Так, учащиеся разобщены в четырех классах во второй и тринадцатой школах. В восьмой уроки приостановлены в одном классе. Ограничительные меры коснулись девяти детских садов. В каждом дошкольном учреждении на карантин ушли по одной группе. В городе введены и другие меры для предотвращения распространения вирусных заболеваний. Согласно плану мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ и гриппа, значит, все массовые мероприятия запрещаются или ограничиваются в каком-то определенном аспекте. Ну, там имеется в виду в закрытых помещениях. Единственные меры профилактики ОРВИ и гриппа – это, во-первых, вакцинация, а второе – это разобщение. Почти 350 ноябрьских семей смогут в 2019 году переехать из аварийных домов. Таковы планы городского департамента по имуществу. Порядка 200 семей получат благоустроенные квартиры в новостройках на Абалоне. В планах заселить в этом микрорайоне пять домов. Три из них уже введены в эксплуатацию. Сейчас идет процедура передачи жилых помещений городу. Еще около 130 семей смогут рассчитывать на получение выкупной стоимости за аварийные квадратные метры. Точная сумма финансирования этих расходов сейчас утверждается в правительстве округа. Городские власти рассчитывают, что это будет порядка 150 миллионов рублей. Герою нашего следующего материала – переселение ждать еще несколько лет. Создатель ноябрьской школы выживания Виталий сейчас выживает сам. Дом, в котором уже 30 лет проживает Александр Шкроп, разрушается и уходит под землю. Евгения Демина продолжит. Вот здесь пришлось подкапывать, забивать пеной, чтобы оттуда просто не дуло. Ну вот здесь полностью все протекало. И крыша провалилась. Она просто прогнила. Александр Шкроп проводит экскурсию по своему жилищу. Эти 47 квадратных метров ему выдали 30 лет назад как специалисту геофизику. Жилье считалось временным. Семья Александра стояла в очередь на квартиру в капитальном доме. Но долгожданный переезд так и не состоялся. Сейчас Александр Александрович живет один. Дом пытается поддерживать своими силами. Только полы перестилал уже три раза. Но они все равно проваливаются и гниют. Вот это вот окошко было вот на высоте почти моего пояса. Вот так вот. Когда мы сюда заселились. Это представляете, насколько вот сантиметром на 40 это ушло в землю. В морозы бамовская времянка промерзает. И хозяину приходится применять свои инженерные навыки. Теплый воздух, как известно, поднимается вверх. И Александр Шкроп возвращает его к полу с помощью портативной тепловой пушки. Разгоняет воздух. Ну вот и пол у вас теплый. Это ваше личное изобретение? Ну, в общем-то, это уже опыт жизни и работы здесь, на севере. Жилье Александр Шкроп не приватизировал. Первый раз, рассказывает он, подавал заявление о признании здания аварийным еще в 2013 году. Но документы потерялись. Экспертизы повторно пришлось проходить только в 2015. Его и признали. Но потом пропала часть документов. Сказали, надо восстанавливать, все переделать. Снова приходили, перемеривали здесь все. Никаких документов с 2013 года в базе данных городской администрации не сохранилось, рассказали в департаменте по имуществу. И дом считается аварийным с 2015. Расселять такие строения еще не начали. Сейчас на очереди аварийки 2012 и 2013 годов. Конечно, хотелось бы всем помочь, особенно людям, которые, в принципе, одними из первых приехали для освоения Севера. Но, к сожалению, мы не можем уходить за рамки предоставленных законом полномочий. В отношении данного гражданина хотелось бы отметить, что в случае, если ему невозможно проживать в том доме, где он сейчас проживает, он может обратиться за предоставлением жилья с числа маневренного фонда. Стоит Александр Шкроп и в очереди по программе сотрудничества. Но и здесь он подал документы только в 2016-м. А значит, очередь дойдет до него лишь через несколько лет. Простоит ли столько времени его нынешний дом, Сан Саныч не знает. Долгие годы он ремонтировал жилище сам. Но сейчас мужчина на пенсии и имеет серьезные проблемы с сердцем. Предстоит операция. В начале 2000-х в Ноябрьске работала школа выживания для подростков. Через обучающую программу «Виталис» прошли более полутора тысяч детей. Александр Шкроп был одним из создателей этих курсов и бессменным инструктором. Теперь, говорит мужчина, полученные навыки выживания пригодились ему самому. Состояние ветхой времянки ухудшается с каждым днем. И пока все, что ему могут предложить взамен – комната в общежитии в маневренном фонде. Евгения Демина, Виталий Харченко, Ноябрьск, 24. Переселенцам из аварийных домов дадут льготную ипотеку. Новые механизмы предоставления жилья предложило Министерство строительства и ЖКХ. Среди них ипотека субсидированной ставкой. Размер не будет выше 6%. Также планируется ввести ограничения на использование земельных участков под аварийными домами. На них можно будет организовать общественное пространство или построить жилой дом. А вот использовать их для коммерческих целей запретят. Закончить разработку новых механизмов расселения жилья планируется к 20 июля. В ближайшие 6 лет планируется расселить более 12 миллионов квадратных метров. На эти цели выделят 450 миллиардов рублей. Большую часть финансирования возьмет на себя федеральный бюджет. Во вторник во второй половине дня на улице энтузиастов загорелся аварийный деревянный дом. Двухэтажка под номером 24А была расселена в декабре прошлого года. По такой причине вспыхнул дом. Специалисты пока говорить не берутся. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение первого подъезда. Была угроза переброски огня на соседние подъезды. Тушение заняло больше трех часов. Полностью огонь ликвидировали в 20 часов 7 минут. Очередное заседание по делу о гибели молодой девушки на карьере в Ноябрьске назначено на начало марта. Такое решение судья огласил по итогам последнего слушания. На третьем по счету заседании по делу о гибели 19-летней Юлии Обиченко продемонстрировали кадры следственного эксперимента. Подробности из зала суда в материале Ксении Епишевой. Его снова спросят о событиях того вечера. Без запинки, не сбиваясь, вспоминая историю, которую рассказывал уже не раз сначала на следствии, потом в зале суда, подсудимый Вадим Христоев твердит, сделал все, чтобы спасти любимую. Сожалею очень сильно, что так произошло, что допустил скатывание данного автомобиля. Переживаю из-за потерпевших в семью. Больше слов как-то я не могу сказать. На третьем по счету заседании по делу о гибели 19-летней Юлии Обиченко продемонстрировали кадры следственного эксперимента, на котором правоохранители попытались воссоздать картину того вечера. Машина, по словам Вадима, в момент происшествия была заглушена и сама покатилась, когда он случайно отжал педаль тормоза. Но на следственном эксперименте ни аналогичная «Лада», ни еще одна тестовая отечественная легковушка, ни заведенные, ни заглушенные, так и не двинулись с места по собственной воле. Нога где находится у вас? Какая-либо педаль нажата? Нет, ни одна из педалей не нажата. Коробка передач находится в нейтральном положении, стояночный тормоз выключен. Движения автомобиля не происходят. Далее, значит, автомобилю будет придано ускорение путем толкания его вперед. Автомобиль начинает движение. И оба эти транспортные средства остановил водитель, а не трос. Причем остановил уже тогда, когда автомобиль передней частью примерно метра полтора-два находился в воде. Почему у вас это не получилось? Можете пояснить или не можете? Причем у меня это не получилось. Объясняю опять же, что автомобиль находился дальше, чем на следственном эксперименте. Дальше? В смысле, по глубине дальше. Относительно в воде прямо. Когда начали тормозить, дальше она ходила? Да. А что, до этого они стали тормозить? Не слышали, что машина в воде? Позже Вадим пояснит, машина скатилась с берега, потому что песок был вязким и не было снега. А еще добавят, он не был пьян, выпил всего-то бутылку пива. Ну а история, когда он едва не утопил машину в первый раз, сильно преувеличена. Тогда был не карьер, а лужа, глубиной едва ли до колена. Тебе достаточно было протянуть ей ту руку, которая ей нужна была. Ты мог ее спасти, ты этого не сделал. За два часа заседания он так и не найдет в себе сил посмотреть матери погибшей Юли в глаза. Да она и не ждет. Их очередная встреча на очередном заседании суда состоится уже через неделю. Еще остались вопросы, найти ответы на которые сегодня не получилось. Ксения Япишева, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. Вывоз из-за хранения мусора обойдется россиянам почти в 180 миллиардов в год. Среднестатистический россиянин заплатит за вывоз мусора 1225 рублей в год. К таким выводам пришли аналитики финэкспертизы. Эксперты почитали, что дороже всего вывоз мусора обойдется жителям Московской области. Это почти 3000 рублей в год с одного человека. Немного меньше эта цифра в Ленинградской области 2845. На третьем месте Камчатский край 2645 рублей. В первую пятерку самых дорогих в этом отношении регионов вошли также Югра и Ямал. А вот самая низкая планка зафиксирована в Амурской области. Всего 45 рублей 12 копеек на человека в год. Но там переход на новую схему оплаты пока не произошел. Прервемся на короткую рекламу и смотрите сразу после нее. Проверили на себе. Родители школьников сели за парты и написали единый госэкзамен. Премьера состоялась. Жители Ноябрьска встретились со съемочной группой «Табола». И отметила 90-летний юбилей. Жительница Ноябрьска Вера Семеняк принимала поздравления.